Добрый день, уважаемые коллеги! Я хочу поприветствовать вас от всех коллег-онкологов Республики Карелия и поблагодарить за возможность поделиться нашим небольшим опытом в рамках реализации мероприятий национального проекта здравоохранения и организации работы по созданию САОПов. Прежде чем перейти непосредственно к рассказу, я хотел бы немножко вам представить информацию по нашей Республике. Мы, как вы понимаете, граничим на большом протяжении с Финляндией и имеем границы с соседними областями Ленинградской, Вологодской, Архангельской и Гурманской областями. Всего площадь 180,5 тысяч квадратных километров, плотность населения очень низкая, составляет 3,42 человека на квадратный километр, это данные 2019 года. В Республике 18 административно-территориальных единиц, в том числе 2 городских округа и 16 муниципальных районов. По итогам переписи населения в 2010 году в самый малонаселенный район Республики был Каливальский район. По основным показателям, не буду загружать вас статистической информацией, у нас тенденция последних лет достаточно серьезная по росту заболеваемости, и она высокая, одна из высоких в северо-западном федеральном округе. По комплексу мероприятий, которые мы проводили, мы достигли некоторого снижения смертности от злокачественной квадратной в 2019 году, но данные 8 месяцев текущего года пока нас не радуют. Возможно, сказались особенности эпидемиологической ситуации текущего года. Внизу на слайде представлены данные о количестве численности населения Республики, и оно у нас, к сожалению, падает. И мы пока перспектив роста не видим, и изменения демографической ситуации в сторону повышения доли граждан старшего возраста, к сожалению, будет без изменений. Национальный проект, который был начат реализации по поручению президента в Республике Карелия, был изучен, были приняты соответствующие документы, регламентирующие организацию работы по реализации задач национального проекта здравоохранения на территории Республики Карелия, и приняты соответствующие документы. Разработана была оригинальная программа борьбы с онкологическими заболеваниями, утверждена распоряжением правительства Республики. Начата работа по профилактике развития онкологических заболеваний. В этом направлении участвуют у нас практически центры профилактики, созданные при одном из учреждений амбулаторно-поликлинических, совместно с нами, и охватывают территорию практически всех муниципальных районов. Информационно-коммуникационная кампания, она связана с деятельностью центра, постоянно проводится на телевидении прокрутка роликов и выступления специалистов. Я не буду останавливаться на этих моментах, так как, скажу столько скользко, так как сегодня задача нашего доклада несколько иная. Организация сети центров амбулаторно-онкологической помощи, дооснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями и обеспечение кадрами. Ну и последний пункт, который мы здесь написали, он не входит на прямую в национальный проект, но есть поручение и есть строка в плане мероприятий по проведению столетия республики, где наш объект попал в этот перечень. В настоящее время у нас имеется прошедшее положительное, получившее положительное заключение главу с экспертизой Российской Федерации, проект на документацию по строительству нового диспансера. На территории республики приняты соответствующие нормативные документы, я не буду останавливаться на них, мы работаем в рамках федеральных нормативных документов и детализированы к условиям нашей республики, особенностям ее, приказы по маршрутизации пациентов на территории республики. Структура нашей службы, как в принципе, наверное, и в других территориях, представлена трехуровневой системой. Первый уровень – это первичная медико-санитарная помощь, второй уровень – это первичная специализированная помощь, и третий уровень – это специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная. Если второй уровень мы относим по ЦАОП и ПОКИ, то третий уровень оказывается специализированная помощь в следующих учреждениях нашей республики, в нашем онкодиспансере, детской республиканской больнице и в республиканской больнице. В Восифриканской больнице есть отделение гематологии, где отдельно маршрутизация имеется пациентов с гематологическими заболеваниями, ну и, естественно, федеральные центры. Кадровая ситуация, наверное, ничем не отличается от других территорий. У нас достаточно серьезные проблемы имеются с кадрами и с возможностью даже переучить специалистов не всегда имеются, особенно на первичном уровне, так как не хватает профильных специалистов вообще на территории районных больниц. На сегодняшний день у нас открыты и функционируют 11 первичных онкологических кабинетов с сертифицированными онкологами. В четырех районных больницах имеются онкоответственные врачи. В трех муниципальных районах, к сожалению, на сегодняшний день нет онкологов. Выполняют функцию врачи иные онкоответственные функции. На уровне Петрозаводска во всех поликлиниках города функционируют четыре первичных онкологических кабинета и работают сертифицированные врачи-онкологи. С июля 2020 года мы открыли ЦАОП на базе межрайонной больницы номер один в городе Костомокши. Это самый северный муниципальный район, городской округ вернее, где рядом с границей с Финляндией. И он транспортно, конечно, очень отдален от трассы и возможности пациентов в получении помощи в онкодиспансере достаточно ограничены из-за транспортной доступности и расстояния. Расстояние получается около 600 километров. И не везде, как вы понимаете, хорошая дорога. Мы изучили перечень имеющихся оборудования на 1 января 2020 года, просмотрели все возможности, которые имеются у больниц, где планировалось открытие ЦАОПов в соответствии с планом, принятым на территории республики. И, исходя из этого, были предприняты все остальные шаги до оборудования, обучению кадров и созданию условий для открытия ЦАОПов. Важным было нам посмотреть о возможностях, какие имеются в районах республики, не только в тех учреждениях, где мы планировали ЦАОПы, а и в иных учреждениях. Цель какая была? Для того, чтобы понять, как можно по различным видам исследований маршрутизировать данных пациентов в соседние районы, приблизив данный вид диагностики к месту проживания пациента. Здесь представлена практически вся информация по видам исследований, которые нужны для первичной диагностики линкопроцесса. В рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» мы посмотрели укомплектованность всех будущих ЦАОПов. И, исходя из этого, спланировано за счет средств бюджета приобретение оборудования для тех центральных районных больниц, где есть необходимость доукомплектования оборудования. Это в основном касается, как вы понимаете, эндоскопического оборудования, рентгеновского оборудования и ультразвукового оборудования. Кроме того, мы централизовали большую часть гистологических исследований на базу лаборатории онкодиспансера. У нас всего по республике в районах остались две лаборатории, которые занимаются сами под нашим методическим руководством и организационным решением совместным. Плюс мы имеем возможность телемедицинской связи с ними, это позволяет оперативно решать многие вопросы. Проблемы, я уже указывал, это кадровые дефициты не только в районах, но и в городе Петрозаводске, устаревший парк оборудования в районных больницах. Есть случаи несоблюдения порядка маршрутизации онкологических пациентов, и это связано больше всего с возможностью диагностической базы этих учреждений. Децентрализация службы морфологических исследований, что нас очень беспокоило, и связана она была с тем, что на территории республики работали несколько систем, и сетевые лаборатории, и лаборатории не всегда укомплектованные как надо оборудованием и кадрами в районных больницах. И это не позволяло получить достоверную и, самое главное, своевременную, с утвержденными сроками верификацию диагноза. Но и все эти проблемы, которые существуют у нас, и в завершенные сроки ожидания, и недостаточная работа с населением, думаю, что, наверное, мы ничем не отличаемся от других территорий, только у всех в большей или меньшей степени эта проблема высвечивается. О пути решения данных вопросов мы, я уже тут вскоре упоминал, это укомплектование кадрами, оснащение оборудованием, централизация службы морфологических и цитологических исследований, соблюдение порядка оказания медицинской помощи больным, четкая маршрутизация с подозрением на ЗНО, информатизация онкослужбы и создание единого информационного пространства, соблюдение преемственности на всех этапах оказания медицинской помощи, активизация лекарственного обеспечения и сокращение сроков оказания специализированной помощи. В принципе, у нас на сегодняшний день централизация документальная уже определена, есть приказ нашего республиканского министерства здравоохранения о централизации материала для морфологических и цитологических исследований. Сама маршрутизация пациентов у нас не является догмой, а это документ, который рабочий, и при изменении ситуации по диагностическим возможностям или каким-то другим параметрам мы сразу же выносим изменения в маршрутизацию для того, чтобы оптимизировать и ускорить процесс получения помощи населением и выдерживание сроков обследования до специализированного уровня. Информационная информатизация санкологической службой. За последние годы мы, конечно, создали у себя локальную информационную систему. У нас действует своя система в патологоанатомическом отделении, где имеется возможность и телемедицинских консультаций. Буквально недавно, месяц назад, у нас поступил новый микроскоп цифровой, который позволит проводить телемедицинские консультации с референс-центрами. На сегодня мы как раз уже инициировали эту деятельность. Я очень надеюсь, что мы согласуем порядок наших действий с научным центром Петрова и будет возможность уже передавать материалы в цифровом варианте и ускорить процесс консультации. И не только консультации, но и в сложных каких-то спорных случаях как референс-центр, надеюсь, будет нам помогать. Такая же система у нас в цитологической лаборатории. Мы создали с трудом, еще не до конца, нашей единой информационной системы возможность размещения итогов всех заключений наших лабораторных и диагностических аппаратных исследований. И заключения все эти видны для врачей всей внутренней системы нашей республики Карелия. На сегодняшний день мы еще реализуем пилотный проект создания ЕГИС Единого информационного пространства, нашего совмещенного с Федеральным программным продуктам. На этапности оказания я не буду останавливаться, это практически уже известно всем. Просто скажу, что у нас, напомню еще раз, что у нас на уровне специализированного оказания медицинской помощи участвуют три учреждения. В детстве это детская республиканская больница, а для взрослого населения гематология это республиканская больница, а сольные образования у нас в диспансере. Теперь план, вот исходя из всего этих проблемных моментов, я просто здесь хочу показать вам о том, как трудно было совместить население по населению и по тем нормативам создания ЦАОПов регион, приписной регион к месту создания ЦАОПов. Ну удалось это сделать, у нас самый большой по численности получается Петрозаводский округ городской, следующий это Сигерский район, 121 тысяча почти, и к ней по маршрутизации транспортной доступности приписаны население районов. Значит, этапы оказания, в принципе, они соответствуют маршрутизации и всем нормативным документам Минздрава Российской Федерации, ОК, ЦАОП и наша специализированная помощь. В этом году мы открыли ЦАОП в городе Кастамукши, планируется в следующем году в Сигежи и в 22-м сортовали. В Петрозаводский ЦАОП будет в первой городской поликлинике, думаю, что это произойдет, если ничего не изменится, то либо в конце 21-го, либо в 22-м году, хотя план стоит 23-й год. Ну, это то, что я говорил, что по срокам открытия. Значит, какие были сложности на этапе разработки мероприятий по открытию ЦАОПа? Во-первых, проблема возникла с помещением. Наконец, были приняты все решения на уровне муниципальной власти, подключился и аппарат депутатского корпуса городского округа, выделили помещение, которое находится на территории больницы, но являлось муниципальной собственностью, там располагалась аптека муниципальная, прошли все перипетии в рамках законодательства и получили соответствующий документ на право пользования этими площадями. Проведен был ремонт помещения, в соответствии с приказом 48Н было установлено необходимое оборудование, цифровой ломограф, фузиаппарат, ингенологическое и другое медицинское оборудование, передвижной, флорограф и стоматологическая установка. В настоящее время, да, есть особенность ЦАОПа Кастамуши, эндоскопическая служба находилась, к сожалению, в соседнем здании. И для удобства пациентов подготовлены помещения и в настоящее время прорабатывается вопрос о закупке каваноскопа и фиброгастроскопа дополнительно к уже существующим, для того, чтобы было удобно и для пациентов, а также увеличить пропускную способность кабинетов. Вот я уже говорил, что гистологическая лаборатория имеется, своя в Кастамуши, вот, и думаю, что, первые полгода, когда будем подводить итоги, у нас они будут обнадеживающие. Кроме того, значит, по кадрам укомплектованы два врача-онколога, приехали специалисты из города Москвы, которые назначены на должность заведующей центра. Она раньше работала у нас в республике, потом уехала в Москву по семейным обстоятельствам, сейчас вернулась обратно. Несколько слов хотелось бы сказать по деятельности, уже более конкретно. На данном слайде представлены итоги за 8 месяцев по посещению ЦАОПа и ПОКа, в прошлом году и в этом году. Как вы видите, всего амбулаторных посещений увеличение на полтысячи посещений практически. По поводу заболеваний, увеличилось количество посещений тоже почти на полтысячи. С профилактической целью, с количеством прореченных больных в условиях дневного стационара, к сожалению, уменьшилось. Это было связано больше с тем, что ПОК еще не смог развернуться, как положено в этом году, в связи с тем, что в программе ОМС были изменены группировщик КСГ, и часть схем, которые применялись в прошлом году, они невозможны были применением в этом году. И мы настаивали на том, что дневные стационары при ЦАОПах должны заниматься не сопроводающей терапией, а именно химиотерапией. Мы нашли понимание с руководством международной больницы, на сегодняшний день там проходит лечение именно пациенты, получающие химиотерапевтическое лечение. Но на нижней строчке показана сумма, которая принята была к оплате фондам и после экспертизы страховыми компаниями. Как вы видите, разница получается почти в два раза. Структура госпитализации, связанных с проведением лекарственной терапии, с первого по третий уровень за 7 месяцев 2020 года. Она отличается, конечно, от того, что было в прошлом году. У нас, не удивляйтесь, что здесь появились другие учреждения, мы начали работу по проведению лекарственной терапии на уровне дневных стационарах еще в 2018 году. Практически все у нас районные больницы имеют лицензию по дневному стационару по онкологии, по профилю онкологии. И на сегодняшний день большая часть больниц занимается, ну, естественно, львиная доля приходит на онкодиспансер, с учетом того, что в последнее время развивается таргетная терапия, и это достаточно дорогостоящая терапия. Пока еще невозможно в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений проводить такую терапию по экономическим соображениям. Поэтому 70% объемов у нас, а остальное по республике. На данном слайде представлена структура госпитализации пациентов. Я хотел бы обратить внимание на то, что у нас на сегодняшний день превалируют объемы по дневному стационару, что дает возможность с меньшими затратами проводить лекарственную терапию. Кулосуточный стационар присутствует, и если вы увидите тут долю онкодиспансера, как вы понимаете, что на круглосуточной койке чаще всего лежат у нас почти все пациенты достаточно, скажем так, не очень удовлетворительного состояния и с районов приезжающих, особенно с отдаленных поселков. Для них это достаточно и материально сложно, и физически, поэтому мы их кладем на лечение, на кулосуточную койку. Вот есть еще один нюанс. В скобках указаны цифры и процент исполнения по оплаченным случаям, по предъявленным к оплате и отклоненным случаям. Вот у нас есть проблемка с страховыми компаниями, которые мы сейчас очень интенсивно стали разруливать. Чем закончится, я еще не знаю, но такая проблема есть, но вопрос не об этом сегодня. Хотел бы вашему вниманию представить стоимость одного случая рекордной терапии по факту за 7 месяцев данного, текущего года нашего. Оно сложилось, как представлено на слайде. Использование схем есть разница по сравнению с прошлым годом, и даже в течение текущего года изменилась некая ситуация. Больше схем стало по дневному стационару, и по круглосуточному меньше. Это связано больше было с невозможностью поступать пациента по разным причинам, в том числе и отсутствие результатов исследований на COVID. На этом слайде представлены схемы, которые наиболее часто использовались в межрайонной больнице, там, где ЦАОП. Можно ознакомиться по количеству случаев, и какие препараты применялись. Так, и здесь самые популярные случаи, популярные схемы, которые в круглосуточном и дневном стационаре были использованы в 2020 году. Сравнивать 2019-2020 год, к сожалению, не очень корректно, так как в группировщике на 2020 год были сильные изменения. Эти изменения коснулись и дорогостоящих препаратов, которые попали с более высокого уровня КСГ в уровень 1-4. Это привело к некоему непониманию в начале использования этих схем и нами, и страховыми компаниями. Поэтому сравнивать объемы и суммы по КСГ не очень правильно, корректно, а лучше смотреть по схемам, применяемым при лечении. На этом мой доклад завершен. Спасибо большое. Желаю всем удачи в реализации мероприятий национального проекта, и самое главное, хочу пожелать всем нам достичь тех результатов, которые стоят, тех целей и исполнения тех задач, которые стоят перед нами, и тех результатов, которые помогут нашим пациентам получить своевременную, доступную и качественную медицинскую помощь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok